Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале. С вами Любовь. Сегодня еще одна идея для любителей организовать пространство. Я обожаю, когда на моем рабочем месте порядок. Все лежит на своих местах и легко находится. Поэтому я стараюсь хранить все материалы и швейные принадлежности в органайзерах. Конечно, во время работы у меня царит творческий беспорядок, но после завершения проекта я обязательно все возвращаю на свои места, чтобы в следующий раз не тратить время на поиски. На моем канале есть несколько видео по пошиву органайзеров. С двумя отделениями буду шить впервые. Этот органайзер хорошо держит форму, легко перемещается и при необходимости его можно постирать. Органайзер выйдет максимально бюджетный, так как для его изготовления я буду использовать рулончики с полосками, которые шила из маленьких обрезков ткани. Кто-то их выбрасывает, а я собираю и делаю вот такие заготовки и потом использую их для новых проектов. Для сборки полотна мне еще понадобится однотонная ткань. Для подкладки взяла плотную шелковую ткань. Она не новая. Это было платье, я его распорола и проутюжила. В качестве уплотнителя буду использовать мешок. Это самый обычный мешок для хранения. Скажу проще, сахарный мешок. Так, я думаю, будет понятней. И их понадобится два. И широкая серпянка. Обычно я ее использую для уплотнения деталей в сумках. Чтобы стабилизировать ткань, проклеила ее флизелином. Так будет работать удобнее. На мешке сделала разметку. Ширину буду использовать полностью. У меня 57 сантиметров. В длину отложу 70 сантиметров. От этих линий к центру отложу по 15 сантиметров. Это высота органайзера. Получился прямоугольник шириной 27 сантиметров и длиной 40 сантиметров. Это размер будущего органайзера. Высоту органайзера делю на две части. 9 сантиметров и 6 сантиметров. Дополнительно проклею мешок серпянкой. Если мешок плотный, этот шаг можно пропустить. Серпянка у меня на клеевой основе. Купить ее можно в любом строительном магазине. Она бывает двух видов. С мелкими ячейками из лавсана и с крупными от 5 миллиметров из стекловолокна. Я покупаю из лавсановых нитей. Между полосками в 6 сантиметров провожу наклонную линию под углом 90 градусов. Это ориентир для первой полосы. Первой прикладываю лоскутную полоску. За ней однотонную. И так чередуя буду заполнять подложку, оставляя по краям 6 сантиметров. Полоски кладу лицом к лицу. Соединяю строчкой. Отгибаю. Придавливаю. Фиксирую при помощи булавок. Срезаю лишнюю длину. Прикладываю следующую полоску. Сначала лицевой стороной. Смотрю, чтобы нижний край перекрывал намеченную линию. Переворачиваю на предыдущую полоску лицом вниз и прокладываю строчку. Заполнила всю подложку. Перенесла разметку на верхний лоскутный слой. До края осталась полоса шириной 6 сантиметров. И я ее буду закрывать полосками ткани. Ширина полос 4,5 сантиметра. Сначала пришью темные. Затем добавлю полосы в тон основного полотна. Получилась заготовка 57 на 70 сантиметров. Заменить лоскутную заготовку можно отрезом любой ткани. По всем углам размечаю квадраты 15 на 15 сантиметров. По разметке проложила строчку зигзаг и после этого вырезала квадраты. Если срезы не закрепить, они будут осыпаться. Соединяю срезы. Совмещаю полоски и фиксирую зажимами. Прокладываю строчку. Выправляю швы с лицевой стороны. Формирую дно органайзера. Можно слегка пройти утюгом с паром с лицевой стороны, но не очень горячим. Мешок сделан из полипропилена и высокую температуру он не держит. Теперь займусь подкладкой. Простегала заготовку с уплотнителем. Разметила прямоугольник 57 сантиметров на 1 метр. Ширина такая же, как и в первой заготовке. А к длине добавила две высоты органайзера. По разметке прошла зигзагом и вырезала. Складываю заготовку пополам. Совмещу срезы и зафиксирую зажимами. На наружных углах размечу квадраты 15 на 15 сантиметров. От сгиба прямоугольники 15 на 14 сантиметров. Сейчас по разметке можно просто вырезать квадраты. Но я хочу закрепить срезы, поэтому продуплировала разметку на другую сторону. По намеченным линиям проложила строчку зигзаг с внутренней стороны и вырезаю как можно ближе к строчке, чтобы сохранить нужный размер. Из полученной детали буду делать внутреннюю часть органайзера. Складываю ее пополам. Вот эту часть заготовки мне нужно соединить. Закрепила прямыми параллельными строчками, совмещая их со стежкой. Буду формировать перегородку органайзера. Боковые срезы соединяю с перегородкой. Выравниваю. Перегородка должна быть ниже на 1 сантиметр. Совмещаю срезы и ставлю зажимы. Со второй стороны все повторяю в том же порядке. Закрываю срезы по углам заготовки. Фиксирую зажимами. Должна получиться вот такая заготовка. Все срезы соединю строчкой. Формирую дно органайзера. Соединю подготовленные детали. Вставлю внутреннюю часть органайзера. Соединяю сначала контрольные точки, а затем все остальные срезы. В углах припуски раскладываю в разные стороны. Проложила строчку с припуском 0,5 сантиметра. Срезы буду обрабатывать косой бейкой шириной 3,5 сантиметра. Обтачку пришила с внутренней стороны. Соединила края. Срежу все лишнее. Обтачка у меня из шелковой ткани, поэтому я ее решила приметать. Проложила строчку у самого края. Длину стежка сделала 4 миллиметра. В отделке лучше смотрится крупная строчка. На этом пошив можно закончить. Я решила для удобства добавить ручки. Сшила я их из подкладочной ткани. Внутри за основу взяла два слоя серпянки. С обратной стороны пришила репсовую ленту. Длина ручек 30 сантиметров. Ширина 3 сантиметра. Пришить ручки можно двумя способами. Первый, когда нужно просто выдвинуть органайзер. Второй больше подойдет, если планируете его переносить. Мой органайзер готов. Размеры. Длина 40 сантиметров. Ширина 26 сантиметров. И высота 16 сантиметров. Сложнее всего в этом проекте было простегать заготовку длиной 1 метр. Если вы не готовы к такому подвигу, или вам просто нужен органайзер поменьше, сделайте его по своим размерам. В моей мастерской добавился еще один органайзер. Он поможет поддерживать рабочее пространство в порядке. Надеюсь, моя идея вам понравилась. Буду рада вашим комментариям. Пишите, как вы организовываете свое рабочее пространство. Делитесь своим опытом. А я уже готовлю новые идеи. До встречи в следующем видео.